Утро от первого, мы на месте. Ты на нас заработал, вручили эту сколу поезды. Из-за принят, выезжаем. Понедельник 11 июня в Шенкенте выдалось богатым на чрезвычайные происшествия. Пожар в частном секторе оказался самым безобидным, что действительно шокировало, так это ужуткое дорожно-транспортное происшествие с человеческими жертвами. Примерно в 6 часов вечера тревожное сообщение на пульт 102 поступило от очевидцев. По словам звонивших, на 2252-м километре автодороги Самара-Шенкент в железное ограждение на большой скорости влетела легковушка марки ВАЗ-21014. На место происшествия незамедлительно выехала патрульная автомашина. Увиденная картина была не из приятных. Все четыре полосы автомагистрали оказались усыпаны обломками автомашины. Два человека, водитель и пассажир, сидевший на переднем сидении, погибли на месте. Еще один пассажир, 1991 года рождения, был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи Шенкента в крайне тяжелом состоянии. К нам доставлен один пострадавший. При поступлении, значит, у больного состояние оценивалось как средней тяжести. Было выставлено заключение в этом возглаве травмы сотрясения головного мозга, множественное ушибление ссадиного лица. Больной был, значит, госпитализирован в отделении экстренной нейрохирургии. В данный момент получает лечение. Состояние больного в настоящий момент оценивалось как средней тяжести, получает необходимое лечение. Обломки, которыми была усыпана трасса, в кратчайшие сроки убрали сотрудники коммунального предприятия. Спустя несколько часов, примерно в половине десятого, звонок о возгорании в частном секторе микроэна Интемак поступил на пульт 101. На место происшествия было направлено 4 единицы спецтехники и 20 человек личного состава противопожарной службы. Прибыв на место, огнеборцы установили очаг возгорания. Сарай с сухим сеном по улице Баян-Сулу. Я был дома, когда забежал мой внук и сказал, что кто-то стреляет с хлопушек. Я вышел на улицу и почувствовал запах гаря. Присмотрелся и увидел, что сарай моего соседа охвачен огнем. После этого я сразу же позвонил на пульт 101. Противопожарное подразделение установило, что огнем охвачена крыша сарая площадью 120 квадратных метров. Огонь также перебросился на расположенную рядом крышу соседской баня в 12 квадратных метров. Кроме того, на соседней улице по улице Ташкентская, также во дворе частного дома горела крыша сарая, общая площадь горения которого составила 99 квадратных метров. Также в сарае, внутри сарая находился прессованный сено. 10 тюков прессованного сена тоже сгорело. На месте происшествия пожарное подразделение провели работу по тушению пожара. 21.49 была дана локализация пожара. 22.36 пожар был полностью ликвидирован. Спустя еще один час пожар был полностью ликвидирован. К счастью, в данном случае никто не пострадал. Очередное дорожно-транспортное происшествие произошло уже сегодня утром. Примерно в половине десятого по туркестанской трассе в районе микрорайона Интемак столкнулись четыре легковушки. По словам очевидцев, водитель Некси пропускал пешехода в установленном месте. В этот момент и произошла авария. Стоит отметить, что все автомашины двигались в одном направлении, в сторону Хатын-Копра. К счастью, никто из участников дорожного движения и пешехода не пострадал. Автомашинам нанесен значительный материальный ущерб. В обстоятельствах аварии и степень вины водителей придется установить инспекторам дорожно-патрульной полиции. Все остановились по дороге из-за того, что проезжую часть переходил в пешеход. Первым остановился водитель Некси, после нее – Опель, а за ним остановилась ВАЗ-21014. И собрал эту троицу водитель еще одной Некси. Продолжение следует... Не запринято. Выезжаем.